На мой взгляд, то, что показывала практика с попытками нашего Роспотребнадзора, по-моему, он же пытается блокировать все за эти годы в блокировках, ты же помнишь, наверное, как вначале они начали блокировать и легла почти вся сеть, но в итоге у меня на телефоне Телеграм как работал, так и работал все время, у меня он был тогда рабочий и ни одного дня у меня не было так, чтобы он не работал. Да, VPN они сейчас начали активно блочить, ну вот, допустим, я Оперой пользовался, много лет VPN через Оперу, ну удобно встроенный VPN, заблокировали, ну хорошо, не вопрос, я установил себе Тор, все, вопрос решен, заблокируют Тор, народ придумает что-то еще, так или иначе вопрос именно наших людей, которые всегда найдут выход, и те, кто согласились, да, они больше не будут пользоваться VPN, а я как бы тут не согласен. Если есть, допустим, зарубежные сайты, которые на нашей территории запрещены, почему, если я хочу их изучать, кто-то решает за меня, я не согласен, ну вот, объективно, но мы сейчас не живем во времена, когда железный занавес, хотя периодически нам и им пытаются пугать. То есть ты думаешь, что и за рубежом тоже не смогут вот эти все компании вытеснить с рынка, да? Я не думаю, что их вытеснят. Чтобы полностью вытеснить, нужно заблокировать все возможные каналы передачи данных, потому что если нет, то найдут способы переноса серверов, открытия каких-то каналов, чтобы все-таки информация входила. И все, это нужно, мне кажется, полностью все обрезать, полностью вот именно железный занавес, чтобы никакого контакта с западом и с востоком не было. А как думаешь насчет будущего ТикТока? И вообще, вот социальные сети какие? Ну там, через лет пять уже все, отомрут полностью. Ну, честно говоря, ТикТок, он сейчас как раз-таки повторяет историю Ютуба. То есть Ютуб, на самом деле, он в определенное время был не очень популярный. И я в том числе относился к нему несерьезно, потому что там тусовалась молодежь, которая снимала свистец-пердежь, вот как сейчас на ТикТоке основной контент, там девочки попы трясут и так далее. Ну, контент ни о чем, который, ну, скажем так, адекватному нормальному человеку по большей части не интересен. Сейчас и в определенный момент на Ютуб пришла взрослая аудитория, которая его как раз-таки наполнила интересным контентом, полезным для населения. Да, и Ютуб из-за этого как раз-таки выстрелил, потому что, ну, туда пошли большие рекламодатели. Сейчас ТикТок, по факту, он повторяет историю Ютуба. То есть у него сейчас, как раз с этого года, насколько я помню, началась недавно буквально монетизация. То есть начали заключаться рекламные контракты, пошла реклама в ТикТоке, и, по сути, он повторяет историю Ютуба. И ТикТок, на самом деле, он сейчас одна из самых перспективных платформ в том плане, что тут легко расти. Потому что, ну, по примеру, на Ютубе я ковырялся год, у меня было меньше тысячи подписчиков за год. При том, что я регулярно выпускал видео, старался делать актуальный контент. На ТикТоке у меня за два месяца было, ну, вот меня когда заблокировали, у меня было 38 уже тысяч подписчиков. То есть как бы рост был достаточно быстрый. Вот. И это было приятно, потому что ты чувствуешь какой-то, ну, как говорится, фидбэк, отклик от людей. Вот. Сейчас есть еще надежда, что наш Ютуб, возможно, начнет приносить какие-то деньги. Возможно, не такие, как западные, но вот буквально неделю-две назад было в новостях, что «Газпром» решил серьезно заняться Рутубом, и там в том числе появится монетизация. Поэтому, может быть, есть смысл и либо дублировать, либо снимать отдельный контент для Рутуба. Но это не точно, потому что наши много раз что-то говорили и не делали. Вот. А еще сейчас развиваются вот эти всякие платформы голосовых социальных сетей, таких как Clubhouse, Loud, не, не помню. Ну, Clubhouse и ей аналогичные платформы, в которых тоже идет неплохая вроде как монетизация. Но, честно, я до конца именно вот с голосовым форматом не понимаю, потому что там нету записи, насколько я понял, там все живое. А живое – это значит, что люди должны подгадывать свое время, чтобы кого-то там послушать. Так, честно, пока я для себя каких-то новых тенденций не увидел, потому что я стараюсь отслеживать, чтобы материал, ну, скажем так, распространять на несколько площадок. Тогда шансы как-то где-то, что система выстрелит, они все-таки увеличиваются, чтобы себя развивать, продвигать в социальных сетях.